Основной частью любой гидравлической машины являются два соединенных между собой цилиндра разного диаметра, снабженных поршнями. Цилиндры заполнены жидкостью, чаще всего маслом, и представляют собой сообщающиеся сосуды. Рассмотрим, как работает гидравлическая машина. Пусть на большой поршень площадью S1 действует сила F1. Эта сила будет оказывать на поршень давление P1. Давление P1 передается жидкостей, находящейся под большим поршнем. Согласно закону Паскаля, давление, производимое на жидкость или газ, передается по всем направлениям без изменения. Следовательно, давление будет передаваться жидкости, находящейся под меньшим поршнем площадью S2, и на него со стороны жидкости будет действовать давление P2, равное давлению P1. Чтобы жидкость и поршни находились в равновесии, на меньший поршень положим груз. Поскольку для площадей поршней выполняется соотношение S2 больше S1, то сила F2, действующая на меньший поршень, меньше силы F1, действующей на больший поршень. Причем, во столько раз площадь меньшего поршня, меньше площади большого, во столько же раз сила F2, меньше силы F1. Таким образом, гидравлическая машина дает выигрыш в силе во столько раз, во сколько раз площадь большого поршня больше площади малого. Это значит, что с помощью небольшой силы, приложенной к малому поршню гидравлической машины, можно уравновесить существенно большую силу, приложенную к большому поршню. Субтитры создавал DimaTorzok